здравствуйте друзья вы на канале уютное чаепитие с вами я ирина резова 25 минут 10 утра наслаждаюсь я еще этой красотой не хочу выключать гирлянды и они у меня горят целыми днями скоро конечно же все это буду убирать наверное на следующей неделе этой тоже красотой я никак не могу насмотреться на эту красоту а я еще не хотела елку ставить помните говорилось что у меня нет никакого настроения и я любуюсь как она переливается особенно вечером выключаю свет когда уже все легли спать а мне не спится я смотрю на эти огоньки красиво глаз радует ну а мне кажется что уже совсем скоро будет весна светло день заметно прибавился я это заметила друзья мои как вы у меня уже почти цвел декабрист долго в этот раз цвел как-то по чуть-чуть листочки выпускал не буду сейчас тюль открывать видите бусинка у меня сапает вот здесь здесь же было ее кресло это ее кресло то ее трон кресло я убрала кресло пока стоит здесь потому что у нас диван разобран переделан вот так вот перестроен он переставлен и перестроен потому что все приходилось снимать и переставлять вот она теперь залезает вот сюда здесь тепло от батареи идет жар и она здесь спит подтягивается зацепится за тюль ну в общем разговаривать с ней серьезно не имеет смысла вам так скажу а диван друзьям и у меня все развалился последний раз его коля переставит и на нем чисто сидеть здесь уже выпирают уже и пружины это подушку мне с кирюшкиного дивана коля тут вчера валялся вечером отдыхал телевизор смотрели смотрим сейчас склифосовского вы как он мне нравится этот сериал мне нравятся актеры и сегодня будет серия интересная по вчерашнему анонсу очень мне нравится смотрим с удовольствием даже коля смотрит хотя он так относится к таким сериалом не особо а вот склифосовский весь сезон все сезона со мной смотрел так вот скоро все это дело переставим и не знаю как у нас будет по финансам летом надо диван менять у меня несколько дней сейчас вам скажу ность скорее всего будет жить сашенька сейчас сначала прием на кухню я вам покажу чем я уже утром занималась и что я уже успела сделать но порадуйтесь со мной друзья мои у кого еще вот такие огоньки дома сверкают наверное мало кто еще убрал елочку да как же все таки красиво а чем я занималась с утра а вот чем я пекла печенье творожное я вчера вынула из морозилки творог думаю сколько он еще будет лежать мне уже стыдно что он там валяется не знаю месяца два наверное пролежал заморожен разморозила его утром он совсем не уже был разморожен я испекла печенье испекла наверное порции полторы пару печенюшки я уже съела они получились мягкие вкусные такое печенье на канале я уже делала сделала в этот раз он такой толстенькая у меня получилось я боялась что она у меня не пропечется не замечательно отправила колю уже фотографию где-то наверное около девяти часов утра уже было вот а мне так интересно я люблю и смотрю великолепный век слушаю знаю почти наизусть этот сериал и все равно знаете что то такое надо чтобы было для фона вечером вчера я начистила чайник потом я начистила вытяжку очистила все краны этот кран такой его чистишь но он как друзья вам сказать он все равно такую не как этот блестящий или как например в ванной чистила все с анаксом все прекрасно раковину вот это вот эту площадь потому что от воды все равно здесь желобках со временем как будто бы какой-то налет все мне прекрасно очистилась помыла намыла надраила сейчас хочу пропылесосить полы и с обеда я буду заниматься пельменями здравствуйте друзья вы на канале уютное чаепитие с вами я ирина резвая вышла с утра чисто с вами поздороваться немножечко поболтать что я хочу сказать друзья кто выписывает краску для волос свалберис лесозона напишите пожалуйста отзывы если те кто не покупает магазинах в магазинах безумно дорого последний раз я ходил может быть не надо было другой магазин зайти я зашла у нас тут в магазине магазин улыбка радуги там тоже как-то бонусы какие-то начисляются но там катина катин номер телефона привязан вот купила я эту краску она вся была конечно дорогая но я купила самую дешевую как говорится из дорогих не нравится мне этот цвет он тусклый такого я еще такой краски я еще не покупала я не помню название коробку выкинула название не запомнила полет это получше хотя полет особо я все гарнир 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 там вообще по-моему такая цена была за 300 рублей даже что-то и цвет мне не подходил я же все беру махагон или медный какой-нибудь цвет и у меня цвет такой получается все время лампа светит и красиво тут вот тусклый цвет я вот сегодня утром сходила тут все эти дела утренние сделала волосы смотрю они совсем тусклые это от краски у меня даже свой цвет волосу это блестит здесь вроде бы структуры волос не что сама структура с по мягкости все нормально ну вот цвет тусклый вот а еще хочу сказать саша у меня будет жить наверное скорее всего если ничего не изменится несколько дней настя снова хочет уехать к мужу пока его не отправили сами понимаете куда он ушел по контракту не знаю зачем конечно это не мое дело они уже мне как семья они не чужие мне близок саня и ну естественно настя на мне близко как мать и моего внука и мы с ней общаемся видите сами редко конечно общаемся мне тут комментарии прилетают что редко с внуком и все нового оправдываться ни перед кем я не собираюсь да и в общем то даже и смысла нет в каких-то моих оправданиях и не вам не мне они тем более не нужны я бы видела с ним гораздо чаще и часто дозвониться до него не могу вот видео тогда им позвонила вот видели да что он звонок мой у него беззвучки он даже не знает что я ему позвонила вчера снова ему звоню что саня пришел подарок я же ему подарок заказала самолет что пришел подарок хотела ему вернее сказать будет лего большая такая коробка что приду тогда-то тогда-то хотела спросить читает или нет ну в общем он мне снова не ответила настя вечером перезванивает я говорю саня мне опять не отвечает почему в общем так я не поняла почему потому что у нее голова сейчас забита другим поездкой и если у нас получится приобрести раскладушку с матрасом не просто раскладушка именно раскладушку с толстым матрасом потому что по знакомому поспрашивала ни у кого нет не знаю сохранилась ли она у катя это раскладушка вроде как было у нее то наверное саня поживет я согласилась я ребенку нигде будет ночевать потому что у вас горю я жить не буду ходить к вам на ночевку это не делай тем более это твоя прихоть ты захотела туда поехал мне не в этом дело дело в том что диван вообще раздавит серьезно друзьям и диван разваливается на полу тоже спать нам даже с колей холодно даже если там коля может на этом диванчике бы уместился так и я с саней тоже спать не буду уже взрослый мальчик он не маленький внучок до которому пять годиков я могу его положить рядом с собой поэтому вот сейчас решаем вопрос я бы настя тебе надо пожалуйста подсуетись поищи я не против пусть они поживет ну наверное дней может пять будет жить хотя как приедет как уедет они в этот раз ездили вместе и ребенку что там ребенку интересно что ли да и они взрослые хочется может быть вдвоем побыть в общем я не против говорю пусть живет кота опять наверное она будет кормиться не буду в школу водить но это то нет это меня не напрягает не напрягает то как где у меня ребенок будет спать в общем должна сегодня она решить этот вопрос они есть конечно в продаже но приобретать не пока не до этого то есть я думаю что эта проблема решаема и раз она хочет чтобы ребенок у меня пожил какое-то время да и потом как-то оставаться ночевать то я думаю что сама должна решить с этой раскладушкой вот такие вот дела диван конечно жалко он прослужил у меня всего восемь лет мы сюда переехали когда взяли ипотеку до восемь лет в этом году в этом вот году по моему летом будет восемь лет надо мне еще посмотреть сколько уже лет платим то вот видите это мне кажется уже нескончаемая у нас на 15 лет взята ипотека если 8 то хорошо но не 9 точно не помню в каком году я ее взяла на поглядеть до восемь лет будет летом точно и очень мы купили сразу этот новый диван такой хороший вроде посмотрели шкафчик там выдвижной есть но вот коля горит никогда больше не покупаю головых диванов но они тогда вот такие были мы покупали его и довольно дорого моего покупали то 38000 он стоил большой мне так он понравился а все равно когда его раскладываешь надо спать на другой стороне чтобы не было этих соединений вот у катя не как-то вот это соединение и у кирюши пополам ложишься спать и она не напрягает она не чувствуется а здесь очень чувствуется здесь такие вот эти соединения они жесткие прям совсем жесткие ну и естественно вот эти крепления не все расшатались и пружины они очень быстро стали выпирать и в общем-то диван уже все пора его выбрасывать на нем можно чисто сидеть это садишься он как будто бы как бы вниз съезжает вот так вот такая вот мебель вот катюша мы выбирали тогда она сама выбирала долго мы искали диван один помню мы купили у нас он здесь двери не вошел мы его обратно забирали потому что мы не сообразили войдет ли он в двери во входные даже в разобранном состоянии он не мог войти там этот угловая была тоже угловой такой вернее угол такой был хороший там можно было и чай пить на этом углу и подсветка была очень такой шикарный такой диван все бы вошло бы само койко место до одно и с другой стороны огромнейший был диван как раз бы и в комнату его раскладываешь на стены до стены и так вот спать ложится а вот этот угол он не вошел и так и сяки пришлось свернуть вот и она потом выбирала тот диванчик который у нее сейчас конечно он был у неё кто подрал то тогда у нас наверное у нас тогда сиамский что ли код был немножко подрал да потом при переезде она уехала потом переехали не с Илюши в малогабаритку еще где-то там порвали где-то поцарапали вернее где-то еще что-то так она заказывала ей сделали новые подлокотники он сейчас вообще как новенький чистенький такой очень хорошие сколько у них он уже тоже лет то может лет может шесть-семь вообще он как новый этот диван у нее так что диваны дорогие сейчас я посмотрела но чтобы такой качественный покупать тоже все дорого но все дорого мебель тем более что там говорить продукт это дорогие мебель тем более ну в общем вот так вот будет у меня ребенок жить он конечно я не думаю что он прямо хочет это потому что все равно скажет у бабушки я не говорю что я его прямо буду там ты читай уроки делай все такое ребенок есть ребенок будет играть тем более вот этот лего я заберу этот самолет и все равно ему будет наверное скучно здесь скажет бабушка так не даст много заниматься телефоном да у меня playstation этого нет да и слава богу что нет ладно хорошо пусть и коля он вообще никогда не против ничего никогда не говорит ради бога ну все таки внук скажет твой внук так что вот такие у нас дела вот такие у нас новости а я сейчас все сделаю я имею ввиду порядке на виду не надо вот полвичок тут выхлопать постирать закинуть стирку здесь сейчас пропылесосшую кухню оботру и начну я потихонечку делать пельмени сколько у меня заказ у меня конечно небольшой там полтора килограмма то тут три килограмма немного но все таки будет моя помощница ручную я не леплю мне конечно пишут в комментариях что это за пельмени на пельменице странно однако да вот вот это вот читать и слушать но для чего-то они были сделаны и мы например когда у нас стали взаимозачетами давать зарплату в каргополе я вам рассказывала да что зарплат не давали а давали через магазины через аптеки мол комбинат и вот продавали пельмени мы брали под зарплату пельмени очень вкусные в каргополе там делали привозили по райповским магазинам по государственным они наверное только-только тогда начали но они были как дороговато конечно но по зарплату так мы все брали все вот в таких вот пельменицах прекрасно а тем более вот это тесто которое я делаю почему делаю именно заварной потому что она очень хорошо переносит температуры холодно вернее мороз разморозка вернее не разморозка сразу кипяток я сколько варила не разваливаются но если уж там конечно там надо тоже соблюдать правила до нижний пласт да сколько ты фарша положишь много тоже не положишь вывалиться в общем буду делать я на своей пельменице есть у меня еще побольше но побольше пельменей я делать пробовала они но небольшие тут удобнее раз такой вот пельмешек и хорошо очень выручает раньше для себя все время был запас и сейчас даже для себя нет я тут делала как-то на днях продавала и остальное все тут кирюхи каждый вечер варили вот такие вот дела друзья мои тихонечко вернее по-быстренькому вам тут и рассказала тихонечко по-быстренькому кирюша у меня на больничном когда вчера я не снимала сегодня уже вторник ну вчера нам выгрузила воскресное видео сегодня уже вторник вторник время летит пусть летит пусть скорее придет весна пусть весна придет скорее не хочу зиму не хочу больше морозов а думаю что морозы еще будут хоть бы под сороке то морозов не было а до тридцатки то наверно точно будет скоро у нас крещение будут ли морозы на крещение посмотрим так ну ладно друзья мои я говорю что вышла ненадолго рассказать последние новости да и насчет краски друзья вы посоветуйте где вы берете краску для волос где хорошая краска где вообще какая хорошая краска сейчас если кому не трудно конечно и хочется конечно вас попросить друзья мои подписываться на канал колокольчик нажать колокольчик нажать вы будете видеть да что вышло мое видео кто новенькие и конечно же ставить лайки потому что так обидно лайков действительно мало все спасибо вам большое что смотрите и переходите кто-то перешел на дзен и там меня тоже смотрят я вижу постоянных там своих подписчиков комментарии постоянно постоянных своих зрителей то очень очень приятно спасибо всем большое до встречи